Значит, змея, которую он держит в клюве и когтях, это наг. Верно? Да. В индийских текстах гаруда и наги не считаются животными. Это две различные расы. Одна из них – гаруды. Они спустились на планету с небес. А наги – это змеи, рептилии, изменяющие форму. Они живут под землей. Это интересная история, потому что они на земле. То есть у него было инопланетное происхождение. Майя выезжал за пределы Индии и мог посетить Мексику. Интересно, что в культуре Майя была книга «Пополь» Это приносило им. Какие другие электрические приборы они могли бы создать? Я думаю, что, вероятно, они создали все типы электрических приборов. Мотивы храма, древние лампы и чудо электричества. Ирон здесь, на земле, за столетия до того, как мы стали считать это возможной. Но если есть доказательства присутствия причальца здесь, на земле, то что относительно других мест? Можем ли мы найти то, что мы ищем, наблюдая за небом? Музыка Исследования показывают, что древние цивилизации обладали невероятно кивычными знаниями о планете Солнечной системы. Некоторые исследователи интерпретируют количество... Музыка 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 Перепрошивается Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok